Свою маршрутку харьковчанка Алла ждет уже 20 минут. Уехать из центра на сортировку днем или поздно вечером сложно. И дело не в графике. Судя из расписания, автобус должен ходить каждые 5-10 минут. Я сижу, жду. Вот когда он приедет, неизвестно. Он не ходит по графику, который у них зафиксирован. Причем, когда на линии работает или дежурный, или проверяющий, они идут график-график. А когда никого нет, вот они как хотят, так и едут. Чтобы водители автобусов соблюдали графики, а не ждали в теньке, пока на остановке, под палящим солнцем или дождем, соберется побольше пассажиров, на харьковских маршрутках установят GPS-навигаторы. Чиновники вспоминают советские времена, когда транспорт приходил минута в минуту. Перевозчики приводят в пример за границу. Мол, будем стремиться. Это позволит автобусу соблюдать расписание движений. А если водители отступят от графика, их руководство всегда сможет понять, что стало причиной. Пробка, авария, неочищенная от снега дорога или же нечестный водитель. Поможет постоянный мониторинг. Сейчас он приводится так, как он и проводился, по-украински говорят, на манья. То есть реально мониторинг проводится со слов бабцы диспетчера, который находится там где-то на маршруте. И она говорит, вот столько было, понимаете. Я вам скажу, даже с точки зрения финансовой, перевозчики, может быть, меньше будут терять средств. Потому что реально определить, сколько же все-таки автобус сделал рейсов на маршруте, весьма сложно. Во сколько обойдется закупка GPS-навигаторов на все 900 маршруток Харькова? Пока мэрия цифры не озвучивает. Кто заплатит за новшества, горсовет или перевозчики, окончательного решения еще нет. Скорее всего, аппараты купит город и сдаст их в аренду перевозчикам. Установка навигаторов – не обязанность. Перевозчик может этого не делать. Но наличие GPS – одно из условий для того, чтобы не потерять маршрут. Дело это добровольное по отношению к перевозчикам. Но мы готовимся к конкурсу на автобусные маршруты. Одним из условий конкурса будет обязательно наличие подобного устройства. Потому что если мы в системе не будем видеть автобус, нам такой автобус не нужен. Первые 50 GPS-навигаторов уже пришли в Харьков. Но установка аппарата – дело небыстрое. Надо согласовать процесс с заводами-производителями автобусов. Чиновники сами себе отводят три месяца. Пока же навигаторы устанавливают на троллейбусы. Виктория Лукашева, Федор Угненко, Алексей Жучков. Медиагруппа «Объектив».